всем привет с вами кап корпорация автозвука в огнях мы продолжаем серию роликов про мид басы и это следующий ролик про следующими басы которые мы тоже очень давно искали и ждали дело в том что в ценовом сегменте плюс минус 12 тысяч рублей очень сложно найти что-то стоящее где получается акустика либо очень громко эффективной но с отсутствием баса либо с нормальным количеством низких частот но проваленной серединой и вообще эталоном в этом бюджете ну бюджете чуть-чуть побольше 13 840 если память не изменяет долгое время являлись еус маэстро hd 650 про них у нас были ролики долго мы их культивировали но к сожалению их давно уже нет на рынке последняя партия пришла не очень хорошим качеством и было много брака мы перестали их вообще продавать когда они появятся неизвестно и уже наверное в течение года длится эта ситуация да и к тому же очень сложно когда ты находишь что-то одно в определенный бюджет всегда хочется найти что-то иное для того чтобы у конечного потребителя был выбор и копались мы ковырялись многим производителям я давал советы выпустите найдите какой-нибудь отдельно мид бас не компонентную акустику что-нибудь за 12 13 14 тысяч рублей что будет интересно и достойно с хорошими характеристиками с приятным звучанием ну как-то вот никто нас и не слышал эти нас конечно тоже не услышали просто так совпало но тем не менее на моем столе лежит акустика итальянского бренда есб мы с ней уже знакомы но ранее она поставлялась только в качестве компонентной акустики то есть мид бас плюс twitter twitter нам этой серии заходили под разные системы но под определенные требования нельзя было их назвать универсальными поэтому и о мид басах мы умалчивали но благо приехала новая поставка и теперь мы можем приобрести данные мид басы отдельно поэтому мы сразу их достали из коробки размяли притащили сюда их к нам нашу тестовую аудио лабораторию для того чтобы познакомить вас с ними и так есб дуе мило акустика от есб 2 серии там есть 1 2 есть 3 есть 5 есть 8 еще там за рубежом есть 9 нам ее не довезли почему-то ну мол вы русский вам и 8 хватит ну вот это вот уже не начальная серия и акустика интересно есть третья серия меды они чуть-чуть подороже они отличаются от серии 2 я считаю что для массового потребителя более интересно будет вторая серия потому что а она дешевле б она больше подходит под ваши требования каковы ваши требования вы меняете акустику вам всегда хочется что чтобы она там всего играла и как можно дешевле под всем играла под всего играла я подразумеваю и бас и средние частоты и чтобы она там еще и погромче и усилитель послабее вот это вот все 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 в одну кучу объять вот она она вам понравится сегодня будет прослушка послушайте сразу обращаю внимание что в стенде у нас объем под эти динамики всего лишь 15 литров то есть баса фактически будет еще больше чуть позже переделаем стенд неважно вы все равно услышите ее способности чем нравится есть бы это всегда какая-то нестандартная акустика непривычная как с точки зрения каких-то технических решений посмотрите на пятую на восьмую серию на нашем сайте как исполнена среднечастотная акустика как с точки зрения каких-то компоновок есть у них среднечастотная высокочастотная акустика в одном флаконе в едином исполнении это есть бы 3 серии 5 серии 8 серии с индексом ума тоже есть на нашем сайте в общем они как-то сразу мне приглянулись плюс у них в отличие от всех в даташитах есть waterfall ну кто знает что это такое он знает кто не знает загуглите это как-то тоже добавляет уверенности добавляет респекта производителю ну как будто мол там действительно что-то мерят как будто действительно разрабатывают стараются есть какие-то характеристики рекомендации то есть позиционирование своих продуктов у есть бы на высшем уровне мне она нравится больше всех других производителей акустики и вот возвращаемся к нашей второй серии что здесь необычно во первых здесь цельная конструкция конструкция пластиковая это корзина которая закрывает также и мотор по весу чувствуем что магнит здесь не маленький но в каждом ролике говорю это далеко не самое главное внешнее исполнение аккуратно аккуратно все собрано нет никаких потеков клея то есть здесь все нравится внешне необычный дизайн этот зелененький цвет кому-то зайдет кому-то нет неважно мы здесь не об этом подводящие у нас разнесены то есть с левой стороны у нас плюс справа у нас минус выглядит она все интересно достаточно большой диффузор для своего типа размера стандартные крепежные отверстия в количестве четырех штук и под смотришь такой ну вот ну что-то уже интересное необычное по крайней мере нестандартная приевшаяся реализация виде штампованной корзины магнита и вы собственно говоря все тут конечно же магниты корзина но тем не менее внешне что-то доставляет идем дальше что в них хорошего открываем дата шиты можем на наш сайт перейти посмотреть технические характеристики там же будет файл с описанием от производителя и видим что вроде как по ачх заявленной производителем мидбасы ниже 80 герц ну вообще вот никак не могут хотя на самом деле частота основного резонанса самая типичная мидбасовая для шести с половиной дюймов то что нужно не больше не меньше ставим включаем слушаем сейчас на ваших экранах будут графики ачхая по памяти опять же буду их воспроизводить потому что мне лень держать компьютеры одновременно вам рассказывать на первом графике обратите внимание на верхнюю частоту на верхнюю граничную частоту в амплитудно-частотной характеристики эти миды доигрывают практически до 11 килогерц что исключает вообще какого-либо рода проблемы со стыковкой при этом обратите на характер их звучания обратите внимание на ачх чем дальше мы к верхней частотной границе тем сильнее она здесь задирается происходит это как раз потому что акустику мы же в автомобиль устанавливаем не вот так непосредственно в лоб да и как мы измеряем вот так стоит динамик вот так микрофон а акустика у нас там где-то в дверях внизу под углами важны важна диаграмма излучения динамика так вот для того чтобы эти вот все спады на среднем и высокочастотном диапазоне были как можно менее чувствительны для нашего уха мы имеем при прослушки в лоб этот характерный подъем на исчей на вы че то есть чем сильнее мы динамик отворачиваем от себя тем сильнее этот подъем будет превращаться в спад что в конечном итоге даст нам отличное удобство для того чтобы стыковать эти мид басы вообще с любыми твиттерами присутствующими на рынке следующий график уже у нас в стенде здесь помещение мы видим что и по низкочастотному диапазону проблем нет и они даже там невзирая на свой тип размер пытаются забраться куда-то там сабвуферный диапазон ну и третий график будет после небольшой коррекция чеха в принципе то что вы слышите уже порезанный сверху от пяти килогерц до пяти килогерц вторым порядком если мне не изменяет память то что вы сейчас собственно говоря и услышите та самая а чеха нет каких-то явных провалов горбов акустика ровненько акустика очень объемная скажем так потому что по частотному диапазону оставляет нам кучу возможностей для реализации как при поканальном подключении так и подключениями с кроссовером естественно как я уже ранее говорил есть эта акустика в виде компонентной сразу со своими твиттерами и кроссоверами вопросов к ней нет так вот она басовитое она очень хорошо забирается вниз но при этом напрочь не имеет проблем середины что свойственно многим басовитыми баса поэтому решили снять данный видео обзор сейчас мы приступим прослушки послушайте там рок мог блюз джаз рэп естественно теперь тоже начали добавлять по просьбам трудящихся обязательно деньги наушники низкочастотный диапазон без хорошей акустики вы физически услышать не сможете в плане исчез можете послушать раздел между мид басом и в чешками на пяти килогерцах миды порезаны сверху до пяти твиттеры точнее в нашем случае широкополосники снизу от шести килогерц никаких проблем со стыковкой можно было стыковать и выше но это бессмысленно любой твиттер от 6 7 килогерц будет играть даже самый маленький 19 миллиметровый но вряд ли в паре с этой акустикой вы будете использовать такие твиттеры такие какие которые дорогие в общем то приступаем прослушки и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok